Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Филипп Березин. Я главный редактор портала Прианру недвижимость за рубежом. И с радостью начинаю наш, видимо, завершающий в этом году вебинар, посвященный зарубежной недвижимости. В этом году по понятным причинам их было как никогда много. И, в общем, это здорово, что интернет позволяет нам продолжать оставаться на связи, делиться с вами интересной информацией. Сегодня вебинар необычный, ну, просто потому, что он проходит в такое не самое обычное время. И он и рождественский, и новогодний. Вот я даже елочку такую приготовил. Сейчас я ее все-таки, простите, ненадолго в сторону отодвину, поскольку пространства здесь у меня не так много. Потом в нужное время ее верну. Дорогие друзья, мы действительно переживаем, доживаем не самый простой год. Високосные года, они вообще такие непривычные, но это уж совсем-завчем непривычно. И на рынке, в том числе на рынках зарубежной недвижимости, он стал в каком-то смысле вызовом. Многие традиционные схемы пришлось менять, вмешалась где-то геополитика, закрытие границ, онлайн-сделки. Вот обо всем этом мы сегодня будем говорить. Будем говорить о характерных тенденциях, связанных с недвижимостью, будем разбирать их на примере конкретных стран и по возможности обобщать там, где обобщения будут уместны. В нашей программе сегодня принимают участие 12 экспертов. 12, получилось число такое символическое, можно сказать, что по числу месяцев. А с другой стороны, когда я уже готовился к вебинару, поймал себя на мысли, что есть какие-то параллели с фильмом Синди Люмита, ну или может быть с иным сюжетом Никиты Михалкова, когда происходит некий суд над годом, да, в нашем случае. С каждым экспертом из 12 стран мы пообщаемся не так много, 10-15, максимум 20 минут, но думаю, что главное мы осветим. Будем рады вашим комментариям, будем рады вашим вопросам. Наш чат работает, запись вебинара на портале Преанру мы, разумеется, опубликуем в ближайшие дни, ну а так задавайте вопросы. Итак, 12 экспертов, и я с удовольствием подключаю, вернее, прошу подключить нашего первого эксперта, это Виктория Савченко, эксперт компании Future Real Estate и Essential 21 из Словении. Сразу скажу, что вот у нас должен был подключиться к нам Александр Танко из Словении непосредственно, но получилась легкая проблема у него, связанная именно с коронавирусом, причем, слава богу, все живы-здоровы, но просто ограничения по выходу он не смог нормально настроить в том месте, где находился компьютер, и поэтому, к сожалению, он с нами сегодня присутствовать не сможет. Но вот вместо него будет Виктория, я надеюсь, через пару секунд она подключится. Виктория, вы с нами, включайте камеру, включайте микрофон. Отлично, Вика, привет, видишь, слышишь? Пока нет, пока только... Микрофон еще включи, все будет хорошо. Вот теперь точно видишь и слышишь. Здравствуйте, Филипп. Дорогие друзья, о какой тенденции, да, о чем мы можем говорить, когда мы говорим о недвижимости Словении? Безусловно, в самом начале пандемии, когда говорили о кризисе, когда говорили о сниженном спросе, просто число сделок было объективно меньшим, одновременно центробанки, в первую очередь европейские и американские, стали вливать деньги в экономику. И это в каком-то смысле повлияло на внимание инвесторов. То есть надо каким-то образом сохранить свои деньги, к сожалению, сохранять их в банковских депозитах в Европе уже несколько лет как невозможно, и, соответственно, внимание к инвестиционной недвижимости стало особым. Но тут некоторым образом сместился фокус. Каждой стране по-своему. Вот на примере Словении мы посмотрим, а что же здесь происходило. Я вывел некую тенденцию, как она мне со стороны показалась, и попрошу ее, Викторию, прокомментировать. Виктория, тенденция на самом деле такая. Сейчас кадр сменим и покажем. Итак, если мы говорим о Словении, то в значительной степени изменился подход к коммерческой недвижимости, потому что часть коммерческой недвижимости, например, гостиницы, оказались под понятным давлением. А вот, например, если мы говорим о нам ритейле, то с ним более-менее все в порядке. Как это смотрится на фоне Словении, и можешь ли подтвердить, опровергнуть, что у вас вообще происходит сейчас? Спасибо, Филипп, за вопрос. Действительно актуальная тема, и мне очень нравится ваш лозунг о том, что да, действительно, гостиницы пострадали больше всего. Здесь был ощутимый спад, и они, наверное, переживают действительно кризис, что нельзя сказать о ритейле. И в целом ритейл всегда был актуален, но если раньше многие смотрели в первую очередь на цифру доходности, то сейчас курс изменился, и на первом месте стоит ликвидность и стабильность. То есть это стабильный арендатор, долгосрочный договор аренды, что в целом у нас было всегда, но на сегодняшний день это заняло первое место на фоне офисов, отелей и прочего. Означает ли сказанное тобой, что вот вообще в сегменте именно коммерческой недвижимости спрос, вырос, предложение сократилось, если мы говорим о ритейле, а в гостинице, в сочином сегменте предложение есть, его много, ну или больше, скажем, чем раньше, но инвесторы так, немножечко с опаской на этот сегмент смотрят и, в общем, не стараются проявлять некую активность. Удивительно то, что у нас все равно постоянно происходят вопросы об отелях. В Словении не так много крупных сетевиков отельного бизнеса, большей части это что-то небольшое, семейное и маленького формата. Но мы честно объясняем, что ритейл это намного интереснее, перспективнее и спокойнее, стабильнее. Поэтому ритейл остается все-таки на первом месте, отели они снижаются по интересам, но спрос есть, спрос есть и на то и на другое. Кроме того, в этом году мы ощутили именно мотивацию со стороны внутреннего рынка, то есть внутренний рынок, он тоже активизировался, люди хотят вкладывать стабильную пассивную доходность. А если мы говорим не о спросе, а о предложении, например, вот появилось ли дополнительное число, скажем, предложений в отельном бизнесе, когда люди понимают, что ну все, год прошел впустую, содержать надо, играть в эти игры больше не хотим, продаем? Не могу сказать, что их стало намного больше. Да, действительно, кто-то хочет избавиться от того, что не получается поднять или удержать на рынке. Но в целом не сказать, что очень много предложений по отелям у нас в этом году было. Ритейл, он как был, так и остался. И важно заметить, что несмотря на небольшой, но все-таки локдаун, стройки, оформление сделок, ничего не прервалось. И мы, в общем-то, количество сделок сократилось, но те сделки, которые были заранее оговорены, они состоялись. Если мы говорим о доходности в коммерческом сегменте, каким-то образом она изменилась? Был ли какой-то кризис неплатежей? Обращались ли те же самые ребята из ритейла, по крайней мере, в первый локдаун, который, как я понимаю, у вас был более сильный, с призывом, может быть, или с просьбой уменьшить арендные ставки? По некоторым были такие запросы, но в целом можно сказать, что 80% арендных платежей мы собрали с коммерческой недвижимости. У тех, у кого были сложности, мы говорим сейчас об объектах, не супермаркетах, не драгериях, которые работали без одного дня закрытия, это именно те магазины, которые пришлось закрыть, но между тем арендные потоки, они все равно 80% дали показатель. Маленькое отступление, я хочу сказать, чтобы примерно вы понимали, уважаемые зрители, как будет проходить наш сегодняшний марафон-вебинар. Мы с каждым, с риалтором, еще раз повторю, нашим экспертам будем говорить минут по 15-20, после Виктории мы будем говорить с экспертами из Кипра, Италии, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов, это программа на ближайший час, ну а дальше буду постепенно новые данные обновлять. О какой доходности сейчас может идти речь? Надежный, сочный, вкусный ритейл в славянском формате, это какие цифры? Это от 5 до 7% без участия банковского финансирования. Говоря о банковском финансировании, мы увеличиваем на 2,5-3% эту доходность. Плюс мы также продолжаем заниматься девелоперскими проектами, которые более быстрые и уже принесут более серьезную доходность. Если, ну мы показали два примера, один это пример ритейла, другой это гостиницы. Они, ну с точки зрения текущего спроса в этом году находятся все-таки на разных полюсах интереса. А вот если мы, например, говорим про офисную недвижимость, насколько я знаю, вы, например, сами, ну как компания, начали более активно работать именно в офисном сегменте, то есть по вашим ощущениям, офисом все-таки быть в ближайшем будущем? Как это все трансформируется? Какие прогнозы здесь с вашей стороны? Думаю, офисная недвижимость просела не так сильно, как отельная или те же самые рестораны. Крупные здания с большими офисными блоками, они, конечно, тоже в какой-то момент дали сбой и стали менее интересными, конечно, но если говорить о небольших локациях, небольших зданиях, с небольшими офисами, то здесь у нас есть пример того, как все состоялось и в этом году здание, которое мы реновировали и с вами сделали целый проект по этому поводу, он был заполнен полностью хорошими, стабильными компаниями. Какого рода компании сейчас интересны как арендаторы? Что за тип компаний? Ну, потому что, например, если говорят, там, глобальный IT какой-то, так ребята всех распустили по домам, в общем, они там сидят, работают. Понятно, что это очень общая формулировка, но доля правды в ней есть. А кому по-прежнему интересно иметь офис и иметь такую связь с клиентами? Безусловно, это офисы, которые принимают клиентов у себя, и это еще возможно. И у нас есть также компании, которые обязательно должны принимать своих клиентов внутри офиса. Они работают, безусловно, внутри. Это стабильные какие-то крупные сетевики компаний, представительства, может быть, других стран, иностранных компаний. Это нотариальные конторы, которые также должны общаться с населением вживую. Это, пожалуй, самые стабильные представители офисной недвижимости. Плюс, как мы говорили... Банки туристические. Как банки, туристические конторы. Банки, конечно, 100%. Туристические конторы тоже, пожалуй, перешли больше в оффлайн режим. А как мы говорили ранее, словенцы, они все-таки не самые большие фанаты онлайн-покупок и большую часть времени все-таки проводят за покупками в супермаркетах, торговых центрах, и им, конечно же, актуальнее все-таки приходить куда-то в помещение, чем сидеть и с компьютера совершать покупки или услуги заказывать. Вот это, кстати, тенденция, да, о которой говорили довольно активно в последнее время, что несмотря на вот это вроде желание все покупать онлайн, онлайн-сфера, в общем, далеко тоже не справилась с пандемией. И вот массовая перестройка работы с огромным количеством посылок, приема, передачи. Ну, то есть ты заказываешь что-то онлайн, все приходит через неделю, да? Далеко не всех это устраивает, то есть по-прежнему многие хотят купить здесь и сейчас. Да, им проще приехать и забрать свои посылки самостоятельно, чем ожидать курьера, который может еще возникнуть возле твоих дверей, когда тебя там нет. Поэтому остается все-таки актуальна поездка на пункт выдачи заказа, а не ожидания дома. Окей, ну и я вторую тенденцию, о которой несколько слов хотел бы сказать. Действительно, еще в марте было такое ожидание, что цены будут падать, цены будут падать. Сразу забегу вперед про большинство стран, о которых мы будем говорить сегодня. В большинстве стран мне эту тенденцию придется в той или иной степени разрушать. Тем не менее, статистика по Словении и вообще интерес к жилой недвижимости, как к Словении. Вот последние данные, которые мы получили, они по Словении за второй квартал, когда локдаун, по сути, первый локдаун был в самом разгаре, а потом уже заканчивался, рост цен составил 3%. С точки зрения инвестиций, жилая недвижимость Словении, насколько может быть сейчас интересно? Жилая недвижимость Словении, скорее, интересно, если приобретать ее для себя. Если вы собираетесь переезжать или периодически пребывать в Словении, но если рассматривать ее именно как инвестицию, это менее интересно, чем та же самая коммерция и ритейл. Так как здесь нет гарантии, нет здесь стабильных доходов и все же есть много нюансов, о которых мы всегда говорим нашим клиентам, что лучше все-таки рассмотреть небольшой стабильный магазин, чем квартиру в центре Любляны, даже в историческом центре, потому что это будет не так ликвидно. Ну что ж, дорогие друзья, две еще буквально коротенькие информации по Словении. Ну и подводя итоги, несколько слов хочу сказать и о нашей деятельности в этом году. Мы продолжали делать наши видеопроекты, как раз нашими коллегами из Словении мы делали видеопроект. Я думаю, ссылочку в чате вполне можно на него опубликовать. Виктория Савченко, компания Future Real Estate, рынок недвижимости Словении, который показал, что коммерческая недвижимость и в особенности ритейл выглядели в текущем 2020 году более интересно, чем гостиницы, которые столкнулись с понятными трудностями, на примере Словении это видно. Есть какие-то вопросы Виктории? Задавайте. Виктория, я думаю, в чате, потом уже можно будет поотвечать. Ну а сейчас мы переносимся в самую стабильную страну Европы и стабильный Артем Торминочан из компании Campus Property у нас на связи. Говорим о Германии. Артем, привет. Привет, привет. Так, 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 слышно чуть-чуть не очень хороший звук, только просто тихо. Да, ну, сейчас, не знаю. Сейчас, сейчас, сделаем чуть-чуть погромче. В чате, если кто-нибудь слышит, напишите, нормально слышно или все-таки тихо, или только у меня тихо. Я стараюсь. Ну ладно, если что, говорить чуть-чуть погромче. Здравствуйте. Да, значит, чуть-чуть, просто говори чуть громче, и все будет хорошо. Значит, вопрос следующий. Когда мы говорим о Германии, ну, вот квинтэссенция стабильности, те страны, которые считалось, ну, за счет более уменьшившегося спроса, вынуждены будут снижать цены, они, в общем, цены не снизили. А Германия, как-то про нее не особо говорили, что она будет снижать, и, соответственно, Германия должна была повысить. И вот приходят очень разные данные. Слушайте, меня тоже плохо слышно, или пока слышно только Артема плохо? Артем, пробуй там поднатурить микрофон. Сейчас, Артем будет говорить громче. Ты обещаешь говорить громче? Да, да, очень. Ну, или, может быть, если что, в крайнем случае, выключишь гарнитуру. Ну, посмотрим сейчас, когда я тебе предоставлю слово. Показываю кадр, а ты его просто комментируй. Говорить будем... Вот. О, да. Вот. Итак, это данные, которые пришли. Там вот часть данных от немецкого Центробанка. Это жилье. В 12% цифра страшная, просто страшная. Так, Филипп, люди пишут плохо, меня слышно. Давай попробую как-нибудь отключить сейчас. Говори сейчас. Говоришь? Не, не, а сейчас тебя вообще не слышно. Вот доигрались. Давай пробовать. Сейчас поиграем с этим самым. Включай еще раз обратно гарнитуру. По ходу дела сейчас настроим звук, и тогда все будет хорошо. Включай. И просто говори громко-громко вот в микрофон. Не получилось пока. Нет, нет, нет. Тебя сейчас не слышно. Давайте сделаем тогда следующим образом. Вот оставляю гарнитуру, как есть. На секунду отключайся и подключайся по новой. И просто не поговорить про Германию будет с преступлением. Пусть будет слышно плохо, просто микрофон будет держать поблизости. Не слышно тебя сейчас. Давайте на секунду выключимся. И сейчас Артем зайдет по новой, подождем буквально пару секунд. Ну так вот, Global Property Guide пишет о том, что в третьем квартале 2020 года, раз-раз, говори. Все, лучше. Просто микрофон держи чуть ближе. Комментируй цифру. Покажи мне, пожалуйста, слайд еще раз и начнем. Вот. Смотри. Значит, рост неостанет Германии. Все понятно. Цифра 12%, на мой взгляд, это реальные цифры, но это цифра в среднем. То есть нужно очень смотреть по Германии. Она у нас очень разношерстная. То есть север Германии, он один. На юге Германии у нас в Мюнхене цены более высокие. Они растут, в принципе, не так дико сильно, как в каких-то, может быть, маленьких городах. В том же, там на севере, не знаю, или северная Рейн-Вестфалия, к примеру, тоже маленькие городки. Там может быть действительно рост 12%. Просто непонятно, ну не очень точно написано. Это средняя статистика. Микрофон держи чуть ближе, чуть ближе. Держи микрофон. Наверное. Да, по Мюнхену, что я тебе могу сказать точно, находясь здесь. У нас цены выросли за, если сравнивать, третий квартал 2020 и третий квартал 2019 на 8,6%. Это официальная статистика нашего ведомства, статистического ведомства. 8,6% пожилой. Что на четвертый, то есть вот сейчас, что происходит в четвертом квартале сказать, точно пока не можем, но опять-таки тренд идет наверх. То есть, соответственно, может быть, даже где-то в районе 9% мы окажемся, подытожим в конце концов этот год. Тебе не кажется все это неким безумием и предвестником апокалипсиса? Мы, конечно, с тобой говорим об этом каждый год. И мы с тобой и в начале года говорили, что вроде цены должны перестать расти, но они продолжают, продолжают, продолжают расти. Тоже нужно очень хорошо селектировать. То есть, есть такое понятие, коммерческое жилая недвижимость. То есть, жилая недвижимость, которая сдается в аренду, мы сейчас будем ее тоже называть жилой. Смысл в чем? Людям базовые вещи, мы очень заметили сильно, что базовые вещи, такие продуктовые магазины, которые продают вещи, которые всем нужны, которые очень сложно перейти как-то онлайн и начать закупаться в Германии, это невозможно. Квартиры, жилье, это все первая необходимость, скажем так. Эти вещи люди, наоборот, еще больше стали в них вкладываться, еще больше стали в них инвестировать, для того, что это как бы нужно для жизни в первую очередь. С другой стороны, цены 12% тоже нельзя говорить на коммерческое недвижимость, это неправда, это не распространяется. На отеле цены у нас встали практически, то есть, роста никакого нет. Я тоже, просто ввиду того, что даже очень мало количества сделок сейчас, кто-то не хочет выходить на рынок с отелями. Офисные здания тоже, ну, в Мюнхене, если еще более или менее они как-то держатся, в других, более маленьких городах с офисами действительно большие проблемы. Арендаторы выезжают, найти арендатора стало очень-очень трудно. То есть, 12%, повторюсь, это все, что касается жилой недвижимости, и в этом, на самом деле, есть даже какой-то смысл, потому что люди, которые раньше вкладывались в коммерцию, которые раньше покупали те же магазины розничной торговли, да, не знаю, отели, офисы, они сейчас все перешли в более надежное, то есть, то, что людям нужно в первую очередь, это жилье, и продуктовые ритейлы очень хорошо пошли. Сейчас у нас наблюдается дикий тренд складов. Склады сейчас стали на расхват, просто складывают помещения, то есть, сейчас очень многие перешли в онлайн продавцы, сейчас пошел спрос на склады в помещении, или даже некоторые переквалифицируют, и раньше там у них был какой-то большой даже магазин чего-то, розничной торговли, все убрали в склад, пошел очень хорошо, просто большой, то есть, нужно очень селектировать, и нельзя в общем сказать, что 12% на все нет, но что касается жилой недвижимости, вполне возможно, и опять-таки остановки, тенденция того, что это будет сейчас тормозить, еще стало меньше, почему? Потому что банковские, у нас же тоже очень сильно кредит, да, вот кредитная история, у нас исторически низкие проценты, каждый раз мы с тобой говорим, и они исторические, они все больше и больше идут вниз, то есть, может быть, даже когда-нибудь будет такое, правда, еще нет, но что действительно тебе еще будут доплачивать для того, чтобы ты брал кредит, негативные будут проценты, вот, соответственно, это все очень сильно привлекает людей дальше инвестировать в недвижимость, но, как я и говорю, коммерческие люди больше перешли в жилую, поэтому жилой тренд идет, может, потом ты спросишь, но опять-таки сейчас добавлю, что страхи людей исчезли, потому что начало как-то, весной немножко встало, из-за того, что не понимали, куда эта ситуация пойдет, сейчас же все понятно, стройки работают, все ясно, то есть, каких-то страхов у людей инвестировать в жилую недвижимость, нет, соответственно, цены подогреваются. Они инвестируют с тем, чтобы сразу начать получать доход, или они понимают, что это является банковский, альтернатива банковским депозитам? В каком-то смысле это альтернатива, потому что, скажем так, альтернатив нет, то есть, какие-то гособлигации они и близко столько не дают. Немцы сам по себе человек очень аккуратный, он 7 раз отмерил, 1 отрежет, то есть, он акции, немцы не очень любят, они любят именно вот недвижку, ее можно пощупать так, питон, что называется, питонное золото, я несколько раз говорил, термин употреблял раньше, то есть, немцы очень любят что-то конкретное, и если вот такие вещи, как акции или со страховыми какими-то полисами играть, это народ не очень, это народ не очень привлекает, поэтому еще больше людей, те, которые раньше инвестировали в акции, да, потому что с той бы вообще непонятно, что там акции творится, или вот в лет, к лету даже, да, то есть, там огромные компании разорялись, люди перестали туда вкладываться, или часть своего капитала перевели в недвижку, соответственно, это альтернатива, бесспорно, это в таком смысле альтернатива, но это хорошая альтернатива, потому что подогревается это низкими пакетичными ставками, подогревается это, опять-таки, ростом, и у нас вот уже год как перестали платить депозиты на деньги на счетах, если у тебя даже определенные суммы большие лежат, то банки требуют их тратить или платишь штрафные санкции. Окей, вот если мы говорим, например, о Мюнхене, означает ли сказанное того, что в любой точке, ну, Мюнхена, плюс, ну, там, назовем большой Мюнхен, где бы ни купил, проблем с ростом цен не будет, то есть новая, вторичка, вообще все равно. Безусловно, даже вот это, как ты сказал, вокруг Мюнхена, это сейчас стало у нас одним из самых интересных для положения. Почему? Потому что все-таки хочешь не хочешь, а пандемия, ну, сыграла свою роль. То есть мы еще, сложно сказать, как, что будет, как это сильно у нас отразится, но сегодня уже можно заметить, что появился легкий тренд хоум-офиса, и людям становится, появляется желание... Чуть ближе микрофон. Да. У людей появляется желание все-таки, чтобы быть... С одной стороны, ты сидишь целый день дома, с другой стороны, чтобы у тебя был свой сад, чтобы у тебя был свой дом, чтобы у тебя было место куда-то выехать на природу, недалеко от дома. То есть этот тренд заметен, и город на сегодняшний день, конечно, мы понимаем, корона пройдет, ну, город, появятся вот все прелести города. На данный момент у нас локдаун, то есть ты не можешь ходить там в какие-то рестораны, ты не можешь пользоваться мероприятиями, там, ходить в театры, в оперы, в клубы, каждому свое. Поэтому на данный момент, конечно, сам большой город, как мы можем наблюдать и в других странах, потерял свою привлекательность. Поэтому многие сейчас очень с большим удовольствием ищут жилье именно в пригороде, ну, в доступности. У нас в Мюнхене небольшой, и пригород, значит, все равно в течение 15 минут на машине, 15-20 минут уже в центре Мюнхена. Вот. И поэтому и цены и в пригороди тоже очень сильно стали подтягиваться к ценам, которые в этом самом городе. Приведу данные портала и Moscow24, крупнейший онлайн портал по поиску недвижимости Германии, немецкий портал. В мае 2020 года спрос на дома в сельской местности вырос на 50%. Но это было, правда, при первом локдауне, но все равно. Потом было некое снижение, и все равно он на 10-15% выше, в зависимости от месяца, минимум. Чем в 2019. Окей. Собственно, то, что я и говорил, да, и Moscow2, это наш главный портал, на самом деле. То есть, да, немцы ориентируются на него. Немцы на него ориентируются. Да, окей. Ну и тогда следующий блок и следующий слайд наш, посвященный Германии. Остаются ли при этом доходные квартиры доходными? Опять же, статистика Федеральной службы статистики Германии. Что квартира в центре Берлина, доходность до вычисления налогов 2,99% годовых. В Мюнхене вообще 2,86% цифры. То есть, можно ли сказать, что, ребята, доходность как таковая от сдачи в аренду уже перестает быть таким могучим трендом? То есть, не об этом сейчас речь. В Мюнхене это последние 10 лет уже и не было, на самом деле. Ну, не 10, но последние лет 5-6 доходность у нас, если мы, скажем так, вот 5-6 лет говорим, она была в районе 3,5-4%, сейчас находится от 2,5% до 3%. И первички, и вторички. То есть, первичка у нас находится где-то в районе 2,5% доходности, вторичка где-то в районе 3%. Берлин, к сожалению, не очень хороший пример, потому что именно в Берлине в этом году ввели потолок на арендные платы. То есть, ты не можешь определенной, выше определенной суммы за квадратный метр брать. Это очень сильно ударило, на самом деле, по инвесторам и по застройщикам, потому что, ну, естественно, что цена объекта, она как-то хочешь не хочешь прикреплена к арендным платежам, с которых позже платятся ипотеки или идет вот эта самая арена доходность. В Мюнхене она всегда была в таком районе. Это связано с достаточно высокой ценой покупки и капитализацией. То есть, у нас всегда, даже все наши расчеты, которые вы показывали нашим клиентам, это капитализация на 10 лет. В принципе, и за эти 10 лет, ну, человек вот именно с учетом роста капитализации, со взятием кредита по низкому проценту, можно получить в районе 6-7-8% на свои вложенные деньги. Но это именно не от сдачи в аренде, а именно вот когда ты в расчет включаешь стоимость роста объекта. Окей. Ну и тогда, на самом деле, может быть, ключевой вопрос. Означает ли, сказано о тобой, что по большому счету сейчас с практически закрытыми глазами, ну, не совсем закрытыми, а в других местах, там, полузакрытыми глазами, ты можешь пойти, взять практически любой объект, ну, за исключением, может, совсем каких-то развалюх и более-менее адекватный по цене, и в итоге получить черти что, то есть, как бы, гарантированный успех. Слепую просто купив. Ну, повторюсь, что касается коммерческой недвижимости, да. Если мы говорим о жилой недвижимости, все-таки мы всегда советуем нашим клиентам хотя бы... Куда-то пропал Артем, по крайней мере, у меня пропал. Попробуем ее. Он только хотел дать какой-то замечательный совет и на секунду куда-то делся. Но ничего, надеюсь, сейчас появится и вернется к нам. Буквально несколько секунд подождем. А я пока хочу... Вот он. Похоже, что я хочу уже никому не важно. Сейчас он вернется к нам. Привет-привет. Не знаю, что ты там нажал. Подожди-подожди-подожди. Микрофон включи. Включи микрофон. И после этого говори. Потому что твой совет очень-очень интересен. Смотри. Значит, нужно различать. Я всегда клиентам нашим говорю. Если речь идет о жилой недвижимости, нужно приехать или хотя бы по видеопрезентации ознакомиться с объектом. То есть, покупать совсем вслепую я бы не советовал. Потому что даже, может быть, это хороший дом, может быть, хороший район. Но кто его знает, может... Опять-таки, ничто не предвещает беды. И ты покупаешь его вслепую, не посоветовавшись с людьми, которые разбираются на месте. А потом выясняется, что напротив этого дома будут сносить другой жилой дом и там построят какую-то фабрику или не знаю что. Что-то, что тебе очень сильно повлияет на жизнь в этом доме. Соответственно, на твои арендные платежи. То есть, в любом случае, нужно совсем вслепую покупать не надо, что касается жилой недвижимости. Коммерцию, пожалуйста. Там важны только цифры. Окей. Ну и вопрос вот от Марии. Закон об арендной плате в Берлине. Действует ли он на мобилированное жилье? В Берлине сходу не могу сказать. В Мюнхене у нас не действует, что в Берлине, как правило, есть там свои возможности обхода. По-моему, раньше было, что на первичку не распространяется и на мобилированное жилье не распространяется. Какое он сейчас? Могу узнать и с удовольствием оставьте свой мейл или есть мои контакты, спрашивайте в директе, с удовольствием узнаю и отвечу. Сам нахожусь в Мюнхене, поэтому... Окей. Контакты с Артема здесь. Ну и тогда финальный вопрос. У вас же вроде как вам всех там закрывают. Ты последний раз вырвался в офис, а после этого все. Будешь сидеть и вот... У меня-то елка есть. Я-то могу далеко не уходить. Рассказывай, что... Елочный базар открытый. Это же свято. Рождество, елочный базар открытый. Слушай, ну в реальности что будет, что не будет сейчас? Локдаун. У нас так называемый жесткий локдаун. То есть с девяти вечера у нас комендантский час. Магазины работают. То есть в первой необходимости все работает. Там аптеки, продуктовые, оптика, это все работает. Конечно, рестораны работают там только на вынос. То есть, как я уже говорил, на сегодняшний момент кайфа от Мюнхена особо небольшого, потому что город закрытый. Но мы ожидаем, что в середине января ввиду вакцины, опять-таки, не надо забывать ее все-таки, у нас хотят уже сейчас на следующей неделе начать прививать пожилых и врачей. Вот. И все-таки на эту вакцину хочешь не хочешь есть у нас. Ну, возлагаются большие надежды. Мы тоже вот хотим сейчас нашей фирмой, у нас, ты знаешь, медицинская еще фирма, мы тоже вот нашему клиенту предлагаем сейчас приезд для вакцинации тоже в Мюнхен. Полностью полный спектр. Именно приглашение мы делаем, потому что сейчас так просто в Германию не приехать. И потом проводим саму вакцинацию. Ну, клиента сопровождаем постоянно. То есть, следим, чтобы это все получилось. Вот как раз, кстати, об этом, да. И как раз хотел сказать, некоторое время назад мы подготовили материал на Прианру. Я думаю, что ссылочку через дня мы в чате опубликуем о том, как эта история работает. Ну, в Германию так в лоб въехать сейчас нельзя, хотя даже, по-моему, прямой рейс из Москвы во Франкфург периодически летает. Но в Мюнхен летает прямой. Я вот сейчас летал прямой в Мюнхен-Москва. А, ну вот, но при этом вот в лоб въехать нельзя, но можно въехать не в лоб, а именно на основании того, что вам нужно медицинское сопровождение или медицинское обследование. И о том, как все это работает, мы отдельный материал даже подготовили. Сейчас в чате мы скинем ссылочку на этот текст. Ну что ж, Артем, спасибо тебе огромное. Давайте там тоже не болейте. Да, Филипп, спасибо тебе. Извиняюсь за какие-то проблемы, но, наверное, все все-таки... Ничего страшного. Это такой год. Если бы в этом вебинаре у нас не было проблем, я думаю, что это было бы странно. Артем Терминосян, компания Campus Property. И ждем еще небольшую ссылочку у нас в чате по материалу о компании Campus Medicine и о том, как работает эта история, связанная с приездом. Ну, мы, ближайшее время, опубликуем. Если какие-то вопросы Артему есть, пожалуйста, задавайте. А вот, собственно, материал. Да, вот и ссылка по вакцизации. Все. Отлично. Спасибо огромное. До встречи. Филипп, спасибо тебе с наступающим. И сейчас, если я правильно понимаю, мы должны перейти в Черногорию. И в Черногории к нам присоединяется Алексей Замотин из компании Традегория. Тоже мы вроде как все проверяли, все должно работать. Несколько слов о том, что происходит сейчас в Черногории. А чем Черногория, интересно? Алексей, приветствую. Связь есть. Да, Филипп, здравствуйте. Здравствуйте, участники вебинаров. С Черногорией, чем интересно у нас в этом году? Ну, спустя, там, не знаю, сколько, два или три года, спустя какие-то бесконечные мытарства, вроде как определилась программа, определилась Черногория с программой гражданства. Да, и программа гражданства заработала. Вопрос к вам, как к рилдеру, пока я готовлю слайд. Вот в реальности эта программа как-то на вас повлияла или по большому счету никакой разницы для вас, как для компании, которая работает на побережье в основном, да? Ничего нет, никакой разницы. Филипп, программа, которая была принята и начала действовать как бы по экономическому гражданству, она для нас, рилторов, вообще никакого влияния на нас не оказала, потому что этой программой занимаются три агентства аккредитованных. Это не агентства недвижимости, это консалдинговые фирмы, которые принимают заявки. Аккредитацию они получили от предыдущего правительства Черногории. Сейчас у нас изменения прошли в этом году, вот по осени у нас прошли выборы, где выиграло новое правительство, но сменилось полностью, весь состав сменился правительства и стали меняться некоторые законы и приоритеты. Приоритеты Евросоюза, они остались те же, но к гражданству новое правительство относится немножко сдержанно, можно сказать, даже не сдержанно, а я бы сказал отрицательно, потому что что как бы вот последнее время прошел, митинг граждан Будвы против строительства парки Милочер, это историческое место под охраной находится государство вот этого комплекса. Который подходил по программу гражданства? Да, который подходил именно по программу гражданства. Жители вышли и провели митинг. Правительство увидело, что люди не заинтересованы в этом, ну и тем более обратили на опыт Мальты и Кипра. Что же там происходит? Потому что государство уже в Евросоюзе, Черногория стремится в Евросоюз и как бы наступать на те же грабли не хотелось бы, как понимают, молодому нынешнему правительству. И программа эта в принципе на нас вообще никак не повлияла, что она была, что ее нет, на рынок Черногории и на агентство недвижимости никакого влияния не оказало. Вот как раз тогда давайте что же повлияло в текущем году на рынок Черногории, такой общий вопрос. А, ну просто для тех, кто может быть не совсем знает, программа Черногории интересна тем, ну уникальна тем, что ты можешь купить не любую недвижимость, подходящую по каким-то ценовым параметрам, а только определенные проекты. Вот если ты купил в этих определенных проектах, и, ну так, далеко не все эти проекты считаются такими флагманами рынка и в действительности находятся в тех местах, которые россияне, ну или вообще любые граждане традиционно в Черногории примечают. Алексей, что тогда повлияло, что определило вот ход этого года в Черногории? Ну, ход года, как бы, как и у всех определил его, пандемия определила. То, что количество первоначально у нас лето, часть лета была закрыта границей. Новое правительство, изучив опыт предыдущий, решила не закрывать на новогодние праздники, не вводить жесткий локдаун, у нас не закрываются границы, к нам можно приехать. Единственное, вот по последним данным, с 25-го числа въезд в Черногорию с тестами, с отрицательными, понятно. Ты не должен за границей его сделать, и потом... Да, ты должен сделать его тест не более 72-х часов, ты должен сделать, он 72-х часа достаточно, в принципе, с любой точки мира добраться до Черногории. Ты должен с тестом. Также на новогодние праздники у нас сейчас новые правила введены. У нас комендантский час, он сейчас и есть, с 22-х до 5-ти утра, он так и введен, остается комендантский час. На праздники новогодние нельзя перемещаться между муниципалитетами. Это 24-е, 25-е католическое Рождество, потом 5-е, 6-е, 6-е, 7-е, ну и понятно, там праздники предновогодние, новогодние. Так что, можно сказать, что нам увеличили просто каникулы. Магазины у нас работают, торговые центры у нас работают, кафе, рестораны не работают только в праздничные дни, а так они работают с 7 до 20. Скажите, а как это сказывается вот на вашей риэлторской работе? Вот приезжает, допустим, человек, в Черногорию приехать-то можно, для россиян, во-первых, граница открыта, а во-вторых, ну прямых рейсов нет, но через Белград, через Турцию приезжают, как я понимаю. Да, едут люди, конечно. Приезжают люди, кто приезжал летом, они были вообще довольны и счастливы, потому что нет пробок, все свободно, все пусто. Цены, понимаете, сами были настолько, достойными, что люди очень, все понравилось, кто приедет, смог добраться сюда летом. Покупательская способность, люди, недвижимость, здесь видите, в Черногории очень многое владеет из различных стран людей недвижимостью, страна не такая большая, россияне продавали, покупали, Турция, также участвуют очень хорошо, европейские страны, потому что, опять же, Черногория в Европе стала известна, в связи с тем, что у нас летом мы стали free на несколько дней, страной, в которой не было ни одного зараженного коронавирусом, и опять же, в Европе нас узнали об этом, потому что, так же, как и в России, немногие знают, что есть такая Черногория, что такая страна существует вообще, и вот, люди стали приезжать, европейцы ехали в основном на автомобилях, в летний, в летний осенний период приезжали, совершали сделки, покупали, оставляли доверенности, у нас покупки-продажи по доверенности, мы уже давно мы пользуемся этим, и в этом году это как бы стало основной нашей деятельностью, проведение сделок, выступали и за продавцов, и за покупателей, в сделках выступали по доверенности, проходили сделки, также оживился внутренний рынок. Вот, как раз про это хотел спросить отдельно, да, очень, очень, да, очень показал себя хорошо внутренний рынок, внутренний рынок, потому что застройщики строят, новые объекты есть, цены, конечно, немножко упали, но не во всех районах, не во всех районах, это вот в районе Будвы, там цены некоторые застройщики как бы привели к нормальным, к нормальному, то есть, привели к... Знаете, как бы я, как бы сказал, Будва, это сердце туризма, это раскрученное место, это пафосное место, и застройщики на основе этого немножко надували свои цены, не все, не говорим о всех но некоторые были ребята под скинули цены они продают ничего не стоит на месте продажи идут не в таких количествах как это было ранее не говорим о том что такой же всплеск но интересные предложения в течение двух-трех дней распродаются всегда насколько насколько цены сказали вот они начали снижать это пять процентов 10 это какие-то особые условия какие-то в некоторых ветер за некоторые застройщики снизить снижали и там до 15 20 процентов это вот район игру буду и печи чем те те районы центральные принципе в тоже подгорицы центр там цена и так принципе 1100 по квадратному метру евро там цены не менялись сильно они как остаются там очень хорошая покупательская способность именно местного рынка хорошая покупательская способность вот на севере тоже цены не сильно поменялись там у нас 600 евро квадратный метр стоит у нас два курорта где мы именно предлагаем различные предложения как земельных участков коттеджных домиков таких вариантов там цены 600 евро по квадратному метру они не падали а скажите старичка вот в такие моменты одну некоторые страны говорят что ребят у нас появилось довольно большое количество людей которым срочно надо было продать кто-то говорит нет таких людей не так уж много и собственники готовы подзажаться как эта ситуация складывалась в черногории последние там четыре пять месяцев срочно ребят давайте да были вы есть такое что россияне приобретают недвижимость давно покупают ее за евро когда-то евро стоил там 30 рублей кто-то покупал кто-то покупал по 40 рублей кто-то евро покупал по 60 рублей люди просто посчитали экономику и некоторые у нас есть скидки на предложение до 40 процентов люди забирают свою инвестицию с небольшой выгодой даже в рублевой массе но в евро в клеваренте получается до 40 процентов на этот ведь объекты они болят и не задерживаются 33 это максимум 40 процентов от средней по рынку и от выставлен от самого от самого объекта имеется ввиду сам объект дает скидку до 40 процентов у нас были такие случаи что на 40 процентов хозяин падает в цене объект моментально продается моментально потому что на данный момент в самой стране есть покупатели которые готовы приобретать интересные предложения они ждут многие продавцы убрали свои объектов именно дорогой недвижимости дорогих объектов убрали вообще с рынка потому что началась то что даже можно сказать провокация даже начали провоцировать вот пандемии снести цену вот вам такой такой люди понимаешь они не хотят снижать что объект стоит этих денег за которую они продают и они просто вот у нас есть некоторые объекты которые до июня следующего года снять распродажи здесь вот такие варианты на вторичке в основном это на вторичке да это вторичка а вот разрешение на строительство новых строек сейчас становится больше я имею ввиду те которые не связаны там с программой гражданства но меньше не становится меньше не становится строители инвесторы как строили так и строили у нас территория небольшая особенно прибрежные зоны земли земельных участков привлекательных не очень много инвесторы едут с разных стран и строится до строю строится получает разрешение в различных местах причем на побережье в различных городах и не только на побережье получают строят новые объекты мы получаем новые предложения ничего не остановилось единственное произошло небольшие подорожание металла сейчас застройщики пытаются знакомы они пытаются закупить металл на следующем потому что обещаю что с января месяца будет еще подорожание на железо и тогда уже заключительный вопрос программа гражданства безусловно никак не повлияло как вы сказали просто потому что она не повлияла показали там всего 26 заявок одобренных но что такое 26 вы знаете там история с этим не так не так проста потому что при подаче на гражданство люди платили с каждой заявки чуть больше ста тысяч евро при отказах или чем-то эти деньги не возвращались ну заявок было подано около 100 рассмотрено там 20 чем-то вот куда остальные средства как бы никто ничего пока не знает ну как правительство уже увидела эту ситуацию некрасивую новое и будет и скорее всего все это рассматриваясь вопрос про вид на жительство все-таки в черногории можно получить в инжен при покупке недвижимости за любую сумму какой степени эта история интересна тем кто покупает у вас сейчас там есть едут именно прям люди намеренно сюда покупают недвижимость остаются семьями жить и питер и москва люди управляющие какими-то работающие онлайн управляющий каким-то организациями онлайн где достаточно интернета едут люди селятся покупают гражданство вид на жительство получить очень просто задержка конечно бывает небольшая с оформлением документов государственных органах это после уже сделки когда нотариус подает документы на регистрации на все прочее там бывают задержки кто-то заболел кто-то что-то ну такие но небольшие течение месяца люди получают все документы которые позволяют им сдать документы на вид на жительство за самый сложный документ из всего этого это справка несудимости ну люди до занимают получают и в россии прежде чем сюда ехать но гораздо проще у нас посольстве здесь получить запиша записавшись мы в течение недели десяти дней максимум получаете эту справку совершенно бесплатную слушайте но интересно когда сказали что проблема со справкой несудимости ну что же они судимые нет выясняется нет просто дело в том что в россии в ожидании обычно около месяца занимает люди здесь это гораздо проще даже здесь это сделать но это будет а самый сложный документ который нужно получить остальные бумаги ксерокопии там какие-то справочки все это все делается практически за один день ну что ж дорогие друзья алексей замочен компания традегория из черногории алексей с наступающим спасибо огромное спасибо вам всех с наступающим хорошего следующего года продаж всего доброго продаж и покупок да отлично спасибо большое людушка привет ты меня слышишь и видишь да я тебя слышу вижу филипп привет отлично ура ура но смотри говорим о тенденциях которые характерны для одного или для другого рынка и вот когда и думали а что же такое характерное происходит в болгарии поймал себя на такой мысли что болгария долгое время воспринималась рынок недвижимости болгарии воспринимался русскоязычным покупателем через призму своего спроса то есть вот ну когда на солнечном берегу говорят 70 процентов сделок лет 10 назад было с россиянами понятное дело что когда там в 2008 году какое-то время россияне стали менее активный рынок просел и черте что было и некоторые новостройки по-моему так и остались на стадии котлованов да в то время а сейчас времена то совершенно другие и несмотря на то что россияне стали скорее не покупателями а продавцами рынок по-прежнему очень-очень живой потому что он стал внутренним несколько слов давай об этом что у вас происходит и каков спрос со стороны именно болгар кто сейчас покупает болгарии да филипп все верно и как никто другой хорошо знаешь все волны которые прошли ли на рынке болгарской недвижимости и сейчас действительно это так болгары самые активные покупатели недвижимости в курортных районах где-то 50 60 процентов сделок в этом году у нас было осуществлено именно с покупателями из болгарии то есть на внутреннем рынке продают да в основном россияне ну вот и но есть конечно и другие покупатели из восточной европы это поляки румыны и опять же ничего сильно нового с последнего нашего вебинара весной до в начале пандемии вот этой всей ситуации они изменилось продолжают покупать граждане из восточной европы ну и также из стран западной европы израиля а сам рынок как изменился я имею в виду количество предложений например на первичке на вторичке опять же с учетом пандемии говорят что спрос по любому несколько меньше потому что не все могут приехать а если не приехал не увидел не посмотрел и покупать не буду да из-за ситуации ограничение связанной с ограничениями в передвижении и всеми вот этими трудности вот эти с логистикой с проведением осмотров это конечно повлияло оказало некоторое влияние на настроение как продавцов так и покупателей люди решили занять выжидающую позицию выжидательную позицию немножко повременить кто с покупкой кто с продажей но действительно планировал и хотел продать в этом году остро стоял этот вопрос на повестке дня они продали даже независимо от того что не смогли приехать лично на сделку все возможно сделать дистанционно как я уже много раз говорила и писала и так же самое и покупатели тоже покупают дистанционно у нас в этом году очень интересно но было и не так мало покупателей из России которые тоже осуществляли сделки дистанционно но это как правило те люди которые хорошо знают рынок знают что им надо знают цены места и они поэтому более смело действуют в этом направлении а по количеству сделок могу сказать что в этом году спад в продажах есть но он не такой как некоторые прогнозировали что там будет крах и вообще все остановится процентов на 20 сейчас посмотрела сравнил 2019 и 2020 по количеству сделок на 20 процентов снижение есть цены остались прежними они не упали ниже но и не выросли о ценах я как раз хотел с тобой отдельно поговорить у нас есть посвященный следующий кадр вот проанализирован он был национальным болгарским институтом статистики вам кажется так называется рост цен ой третий квартал двадцатого третьего квартала девятнадцатого маленькая печатчика у нас рост цен правда в основном в городах но среди этих городов упомянуты были и Варна и Бургас правда в Варне роста вообще практически никакого а в Бургасе наоборот относительно большой зато если вспомнить какая история была в Софии то там два-три года назад рост вообще был почти процентов десять сейчас такого нет вот что здесь это тоже история связанная с внутренним спросом или то что например на побережье все таки по-прежнему есть цены которые ну такой с европейской точки зрения иначе как смешными не назовешь какие здесь факторы играют роль значит самый главный фактор вообще в стабильности рынка потому что в целом болгарский рынок остается стабильным и сделки осуществляются играет роль банк банк поведение банков то есть банки не перестали финансировать если говорить о болгарах выдаются ипотечные кредиты болгары продолжают покупать недвижимость и в принципе это ключевой фактор и как в крупных городах но здесь люди покупают я сейчас в Софии нахожусь поэтому говорю здесь здесь люди покупают конечно же в первую очередь или с целью постоянного проживания да или инвестиции для сдачи круглогодичной в аренду и это то есть все идет как шло цены да немножечко приостановились сейчас нету такого роста и такой эйфории которая была до пандемии на рынке когда все просто покупали все подряд цены росли надувались даже некоторые предвещали пузырь ну что вот опять цены раздуется потом пузырь лопнет ну просто случилась пандемия и внесла свои коррективы во все процессы в Бургасе тоже и в Варне так же самое есть интерес среди покупателей сделки то есть продажи идут курортные районы там ключевой фактор в курортных районах это то что туризм из-за пандемии то есть понятно что его не было в этом он сильно значит спад большой в туристическом секторе и соответственно люди которые приобретают недвижимость в курортных районах они ее приобретают или с целью приезжать с семьей на какое-то короткое время на время отдыха в другое время сдавать в аренду в сезон но поскольку сейчас сдача в аренду в сезон в этом году практически не случилось даже многие комплексы остались вообще закрытыми и там не было людей и бассейны не наполнены то конечно уже и покупатели смотрят на эти районы другими глазами они сразу говорят что я понимаю что в следующий год может быть опять мне не удастся сдать в аренду и я не рассматриваю эту покупку этой квартиры как с целью инвестиции для сдачи в аренду я так хочу приобрести что-то что-то крышу там у моря пусть у меня будет и все и конечно это влияет на цены немножко и на на количество продаж тоже хочу тебя спросить ты сама сказала что те люди которые готовы покупать удаленные это те люди которые ну понятно они должны понимать они должны знать регион но при этом кто знает регион лучше чем сами болгары да понятно что каждый из них наверняка на пару раз на солнечном берегу то побывал вот та информация которая наверное будет интересна продавцам в первую очередь болгарский покупатель он какой он более придирчивый он будет торговаться до последнего ну тем более что у него то понятное дело он там живет его выбор гораздо больше и для маневра посильнее болгарский покупатель он в первую он во первых сейчас для себя вновь открыл свое родное побережье потому что болгары были немножко в последние годы избалованы может быть Греция у нас рядом и люди привыкли ездить в Грецию и постоянно делать какое-то сравнение болгарского побережья с греческими островами и там разными прекрасными курортами и когда случилось так что люди не смогли выезжать в Грецию например на отдых как вот в этом году и они поехали на свое побережье и они для себя его вновь открыли потому что очень многие болгарские покупатели вернее болгары не ездили много лет уже на болгарское побережье они не видели они только слышат что там на солнечном берегу большое строительство все перезастроено и так далее и они просто как-то немножечко относятся с предрассудками да к своему родному побережью в этом году они съездили посмотрели они убедились что многие были очень приятно удивлены и решили приобрести недвижимость а насчет торговаться торгуются абсолютно все это не только болгары любой покупатель указывает на недостатки минусы почему вот им нужна скидка они всегда найдут объяснение почему они хотят получить скидку а у покупателей совсем другая теория покупатели рассказывают о том обычно что ну ориентируется на то какую сумму они потратили при покупке какое как они свое жилье обставили очень там как-то особенно это ну в общем они рассказывают у них своя история у покупателей своя история и как правило любой продавец продать подороже покупатель купить подешевле скидки все просят ну и истинно где-то посередине как только это все сойдется в одной точке сделки осуществляются ну и скажи тогда что у вас сейчас с пандемией и что говорят какие есть прогнозы ощущения по поводу ближайших месяцев и возможно ближайшего полугода на что рассчитывать значит завтра насколько я слышала сегодня у нас в новостях и везде вакцина начинает движение в сторону Болгарии буквально с 27 декабря уже начинается урегулированная вакцинация людей прибивания и есть такие прогнозы что где-то к маю месяцу большее количество населения будет вакцинировано и мы потихоньку начнем преодолевать эту медицинский кризис серьезную проблему сейчас ведется большие обучительные там лекции все фармацевти рассказывают убеждают пытаются убедить людей поскольку вакцина она будет необязательной бесплатной и только по желанию но конечно людям объясняют что это важно сделать с той целью чтобы большинство людей все-таки прибились вот ближайшие дни и Болгария полностью идет в ногу в унисон с Европой конечно все распоряжения все какие-то там ограничения или наоборот освобождения от ограничений режима это все диктуется из Европы и Болгария в унисон с Европой принимает в своей стране определенные меры в ту или иную сторону ну что ж отлично Людушка ну тогда можно пожелать здоровья и хорошей вакцины да свидимся огромный привет всей компании компания New Estate и Людмила Шабанина с интересными новостями из Болгарии то есть вот рынок постепенно становится внутренним но пока особой динамики цен не было и нет в том числе и на побережье я тоже хочу от себя лично и от имени нашей компании которая в этом году кстати ей исполнилось 15 лет уже вот пожелать всем в преддверии самых светлых в году праздников несмотря на то что они у нас будут в этом году абсолютно различными провести их в хорошем настроении в здравии и кто задумал на следующий год предпринять какие-то действия в плане покупки и продажи недвижимости не руководствуйте своими личными убеждениями или какими-то слухами изучите хорошо рынок пообщайтесь с профессионалами и примите информированное взвешенное решение удачных всем сделок и удачного двадцать первого года удачного ледушка спасибо огромное Людмила Шабанина компании и удачного